всем привет ребята всем привет шопперы всем привет любители покупок в интернет-магазинах обрадовал еще одним пакетиком магазин алиэкспресс а точнее продавец у которого был куплен пресс вот такой вот девайс такая приспособа для выдавливания печенек печенек в общем штука для выпечки штука для кондитеров вот с помощью вот такого нехитрого пресса выдавливаются по задумке конструктора печеньки с помощью вот таких вот формочек но я так подозреваю тесто конечно тут должно быть жидкое чтобы выдавить такие печеньки не очень ну скажем не очень плотные не очень жидкая ну давайте разберем распакуем и посмотрим вот так выглядит сей мега мега девайс вот так вот он откручивается откручивается у него низ вот сюда я так понимаю вот здесь каким-то образом сейчас посмотрим откручивается еще и вверх вау еще вверх откручивается так она это у нас поршень это у нас был поршень вот так выглядит сама приспособа тубус абсолютно полый как вы видите держатель для формы держатель для формочек через которую будет выдавливаться тесто или чё у нас там еще будут выдавливаться не может быть можно кстати крем цветочки делать и непосредственно сам поршень который будет который будет выдавливать у нас это все дело сейчас попробую разобраться как-то он должен тут блокироваться и разблокироваться да нет все просто вот так это все работает а зачем нам нужна ручка рукоять нам нужно наверное чтобы давить но сейчас разберемся посмотрим должны быть формочки это несколько насадок чисто вот кондитерские как раз насадки для крема я так понимаю для крема для украшательства то есть вот такая вот насадочка вот такая насадочка снежинка вот такая звездочка и и просто вот такая насадка чтобы выдавливать какие-то бортики рисовать 4 насадки пока все пока все как заявлял продавец 4 насадки в комплекте так тут одна меньше одна больше чем мы тут доставали то сначала чего потом ну вот так пусть будет 4 насадки в комплекте и печенюшки печенюшки где же насадки для печенюшек вот насадки для печенюшек внешне они конечно выглядят довольно странновато я не знаю конечно как через такие насадки будут идти печенюшки но вот так вот они выглядят вот например и можно посмотреть что из этого что из этого получается ну найдем какую-нибудь насадку мы взяли какую мы взяли треугольничек треугольничек вот он он треугольничек вот этот через такой треугольничек должна быть должна получиться вот такая вот печенюха кругляшок ну через кругляшок соответственно получится просто маленькая круглая вот такая печенька вот такая вот штука вот она кстати вот такая вот ромбовидная печенька ну в общем насадок тут очень много и по идее должны получаться разные печенюшки разные печенюхи. Насадки, как вы поняли, вставляются вот сюда. Вот таким образом вставляется, ставится насадка. Все довольно нехитро. Или не таким. Сейчас разберемся. Так, ну вот она здесь хорошо у нас держится. Но она же так не прикрутится, ну-ка. Нет, она конечно не прикрутится. Эх, попробуем вытащить, ставить в другую сторону. Все, мой разум победил китайский девайс. Вот так оно все должно быть. И вот так вот прикручиваться. Все, вот так ставится насадка. Все хорошо держится. Наливаем тесто. Закрываем. Закручиваем. Правильно. Чтобы просто не давить рукой, тесто же у нас все-таки твердое, предусмотрен вот такой вот рычажок, с помощью которого вот такими нехитрыми поступательными движениями поршень давится вниз, выдавливая нам все тесто. После того, как мы выдавили, все, вот рычажок у нас разблокируется и мы его вытаскиваем обратно. Разблокируется он, да, по-моему, просто поворотом. Просто можно повернуть и вытащить. Кстати, вот тут такая штуковина. Вот я ее все кручу, кручу. Сейчас я вам ее покажу. Вот так она выглядит. И не могу понять немножко для чего она. Она вокруг своей оси вращается. Видимо, что-то блокирует или вот ход какой-то переключает. Вот поршень раз проходит, там она вот тут поворачивается. Что-то она переключает, но вот тут написано 1-2 стрелочкой повернуть. Может быть, открывает, раскрывает этот замок. Очень похоже на то, что это какой-то блокировщик, либо какой-то замок вот для этого как раз рычага. Ну, все работает. Я, правда, не знаю, насколько вот удобно будет только рычагом, например, выдавливать крем. Но крем можно выдавливать и вручную. Достаточно повернуть вот этот поршень и, собственно, вот с таким скрипом, конечно, но можно выдавить вручную. А можно контрольно выдавливать раз за разом. Но это для теста, понятное дело. Тесто у нас более плотное, чем, например, крем какой-то бисквитный. И вот эта вот штука все-таки непонятна. Вот я ее проверну. Как бы мне ее провернуть обратно, она стояла вот по-другому. Она как-то вот так. Вот так она стояла. Вот так она стоит. Так, это штукенция. И вот 1-2. Вот вы видите. 1-2. Что 1-2? Может быть, есть какая-то инструкция? Посмотрите. Есть инструкция. Как же так? Ну, правильно. Русский человек разве инструкцию сразу-то смотрит? Есть у нас инструкция. Инструкция по использованию и обслуживанию. На каком-то языке, не на нашем, к сожалению. Английский и вот какие-то иероглифы. Но в картинках, в принципе, все понятно. Все понятно в картинках. Повернуть надо поршень. Вот повернуть поршень. Вытащить его вверх. Замесить тесто. Блин, даже тесто показано, как месить. Вот у нас получилось тесто. Открутить низ. Вставить насадку. Забить это все тестом. Вот показано поднятый поршень. Тесто внутри. Вставляем насадку. Закручиваем. Нажимаем на рычаг. И на противень вот так вот выдавливаем печенюхи. Пык-пык-пык. Кстати, да, очень-очень удобно. Здесь же есть пространство. Вы заметили. То есть, можно вот так поставить, надавить. Печенюха выдавится ровно вот такой толщины, которая нам надо. И вот так вот можно печенюхи печь. В принципе, все. Мега-девайс я вам показал. Работает. Продавцу большое спасибо. Пятерки ему. Надо только посмотреть, насколько красивыми будут получаться печеньки. Насколько красивыми, насколько форма получаемых печенек будет соответствовать вот этой красивой картинке. А так, в принципе, все. Всем спасибо за внимание. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok